Всем привет, меня зовут Никита. В общем, это будет довольно простой видос, простой туториал, потому что главное показать вам, как это работает, а вы дальше уже будете использовать это на максимум. Итак, что мы будем делать? Мы будем делать вот такой скан, то есть сканирование какой-либо области или, например, города. Сделано это с помощью элемента 3D. На самом деле, что хочу сказать сразу же, это просто. Но многие не знают о такой фишке в элемент 3D, как фоук, то есть туман. А те, кто знает, многие из них все равно не знают, что с помощью этого можно делать сканирование. И я покажу, как это делать. Покажу на примере двух вариантов, которые вы сейчас уже увидели. Вот у меня есть вот такой вот видос с островом каким-то. Выглядит красиво, честно говоря. Итак, мы делаем просто трекинг, затем начинаем расставлять нуль объедки. И также создаем элемент 3D. И я это все буду показывать на основе примитивов в элемент 3D, потому что я не вижу смысла искать сейчас какие-то 3D модели. Я сказал вам, я просто покажу, как это сделано. Естественно, это не та работа, которая пойдет у меня в Инстаграм. В Инстаграм у меня идут более крутые работы. Вот, а сейчас просто на основе примитива в прямоугольничке, квадратики, кружки. Итак, мы создаем прямоугольник, вернее параллелепипед. И увеличиваем его. И вот наше основание острова. Мы его привязали к нуль объедку, которую мы создали с помощью трекинга. Кстати, прошу заметить, во сколько был записан этот туториал. Это сейчас я записываю уже в другую ночь. Но не спать в 6 утра это ох-ох-ох. Притом я еще работаю. Теперь мы должны наложить всякие шарики так, чтобы наша общая 3D модель облегала этот остров. Работает это таким способом, что мы третчим какую-то область, накидываем на нее модель, так, чтобы она максимально корректно обтекала настоящую фигуру. И затем мы скрываем эту 3D модель, и остается только полоса сканирования. И создается ощущение, будто бы полоса сканирования действительно обтекает настоящей формой. Так что вот, поехали. Можно даже немножко убавить прозрачность у элемента 3D, дабы мы понимали, что у нас вообще все идет корректно или нет. Ну, с этим вроде бы все сделано. Теперь создаем большой такой плейн. Это будет наш океан. И кидаем его на задний план. Он у нас немножко кривоват, поэтому в самом элементе подвигаем его по ротейшену. И сейчас выглядит здраво. Теперь создаем 0 объект на этой трассе, на мосту. И создаем просто куб, и вытягиваем его так, чтобы это получилась такая длинная объемная линия. И привязываем ее к мосту. Двигаем, крутим. И вот он у нас в принципе встал довольно даже неплохо. Далее. Далее нам надо создать 0 объект на вот этом острове. Хотя непонятно, что там остров или нет. Хрен знает. Так, я создал такую капсулу и привязал ее, покрутил. И вот, вообще годно. И осталась еще одна штучка. Это вот этот небольшой островок. Тут у нас тоже пойдет какая-нибудь капсула, такая вытянутая. Привязываем. Итого мы использовали 4 группы из элемента. На самом деле, у них всего 5. Поэтому, в случае чего, всегда можно создать дубликат элемента. И у нас будет не 5, а 10 групп. Итак, создаем fog. Допустим, цвет синий. Что это такое? Это туман. Просто-напросто туман. Но если мы включим taper, то у нас будет полоса сканирования вот такая вот. Да. Проблема теперь вот в чем. Казалось бы, что это проблема, но это не проблема. Что у нас видны модели. Конечно, мы сейчас можем включить какой-нибудь режим Multiply, но у нас все равно останутся... У нас весь белый цвет уйдет, и останутся такие штришки серые. Поэтому этот вариант не катит. Чтобы такого не было, мы выбираем какой-нибудь слой. И идем в самый конец. И ставим галочку Matte Reflection. И он у нас становится черным. Теперь мы можем накинуть на все модели. Но чтобы на каждую модель отдельно не накидывать, мы просто можем накинуть на всю папку. И у нас все модели этой папки станут с такой текстурой. Станут существовать с такой текстурой. Собственно, что мы и сделали. И вот мы теперь видим, что у нас... О, вполне себе неплохо. Немножко надо подправить вот тут. Вот эту вот капсулу. И тактиш, что мы теперь видим? Мы видим отличный эффект. Соответственно, он у нас пройдет вот так вот быстро и по океану дальше. Вух! Это круто! Давайте создадим ключи анимации. И посмотрим, что это будет из себя представлять. Сделаем ключи мягкими. Для этого надо нажать F9. Выделить ключи и нажимаем F9. И вот в этом параграфе мы можем подправить ключи анимации. Выглядит прекрасно, я считаю. Даже очень. Не, вообще, на самом деле, вполне себе неплохо. То есть, то, что сделано за 13 минут, это вау. Я представляю, как можно добиться очень крутых результатов, если на это потратить не 13 минут, а допустим, 2 часа. Да. Что ж, сейчас второй пример. Тоже с примитивами. И он будет даже немножко проще, потому что мы перейдем в город. И, соответственно, сейчас у нас нету таких вот каких-то фигур объемных, самых разнообразных форм. У нас просто есть дома. Они кубической формы. Это шикарно. Насчет кубической формы. Сейчас покажу я вам кое-что. Я немножко вот так вот свет. Оп. Вот так вот сделаю. Я недавно заказывал себе доставку в Burger King. И вы просто на самом деле посмотрите на вот эту коробку, потому что она просто великолепная. Я очень удивлен, когда я заказал с Burger King. Мне повезли вот в такой коробке еду. Это настолько круто, что я ее даже сохранил, как коробку Озона и еще какую-то коробку. Думаете, что я с ума сошел? Ну, чтобы сохранять коробки. Как бы так сказать вам? Я не то чтобы с ума сошел, но я сохраняю их не просто так, не чтобы устраивать какой-то бомжатник в своей квартире, а для того, чтобы... А для того, чтобы просто-напросто в дальнейшем использовать коробку Озона или Burger King в каком-то видосе, где будет взаимодействие, где взаимодействие реального мира с 3D-графикой. Я вот, например, представляю, как какой-нибудь 3D-робот заходит, протягивает мне эту коробку с Burger King. Мало того, что не пакет какой-то... Пффф, пакет. Прошлый век. Коробку. Крутую коробку. Типа, это уже мир будущего. Поэтому, пока я не съехал с этой квартиры, надо воспользоваться этим моментом. Да, я съезжаю с этой квартиры. Да, я женюсь 4 июля. Еее. А потом еду в 15 июля в Крым, и до 1 августа я буду вне зоны действия сети, поэтому роликов не будет. Но это недолго всего 2 недели. Я, возможно, даже запишу заранее несколько роликов, чтобы как-нибудь дистанционно их выкладывать. Посмотрим. Так, ладно, отвлеклись мы на самом деле. Вот у нас есть вот такой ролик с домами. На самом деле он очень отличный, потому что здесь создана вся идеальная композиция для трекинга. Очень контрастирующие объекты и текстуры на домах. Делаем трекинг, соответственно, и привязываем ноль объектки. Кстати, хочется сказать, что этот футаж не такой уж простой, потому что он снят немножко на... слегка на фишай такой, с большим углом обзора. И это немножко проблемно сделать, потому что в этом After Effects еще не так хорош. И уже, конечно, вышел плагин от RedGinds, называется Lens Distortion. Но подождем, спустя некоторое время мы обязательно воспользуемся этим плагином, когда я его куплю официальный с чеком. Вот так вот в камеру буду тыкать. Что ж, создаем куб и привязываем ее к вот этой стене. Также хочется сказать, что то, чтобы куб идеально привязался, для этого надо расположить Anchor Point не в центре куба, а в самом элементе RedM взять и подвинуть куб немножко в сторону от центральной точки. То есть, чтобы вот эта вот центральная точка была у него возле стенки. И, соответственно, он привяжется более корректно, нежели чем он привяжется своей серединой к боку стене. Это тупо. Так, теперь увеличиваем и растягиваем немножко. Можно даже его порастягивать в разных плоскостях, а не только там все три плоскости одновременно растягивать. Убавляем прозрачность и повторяем все то же самое уже с другими домами. Я сделал вот такой небольшой куб и вот такой большой куб. И даже немножко подвигал по позишину, потому что я уже говорил, что здесь такие немножко фишайские линзы. И проворачиваем то же самое с соседним домом и с вон тем вот большим, который сзади. Но сперва сделаем с этим домом. Также увеличиваем ее по Y. А, и самое главное еще, что нам надо сделать плейн. То есть, чтобы у нас земля тоже, чтобы по земле тоже прошла полоса сканирования. Вот так вот это выглядит у нас. Выглядит, конечно, убого. Не спорю. 7 утра. Напоминаю. Так, и вот это здание. Тоже накидываем куб. Увеличиваем. И выглядит, ну, более или менее пойдет. Мы, когда уберем текстуру, будет выглядеть гораздо лучше мне. Поверьте. Включаем fog. Включаем taper. И самым нижним ползунком мы можем регулировать толщину этой линии. Соответственно, я ее сделаю не такой уж большой. И теперь делаем ключи анимации. А, нет, сперва нам надо накинуть текстуру. Также убираем галочку, вернее, ставим галочку на matte reflection. И накидываем эту текстуру на все. Теперь начинаем делать ключи анимации. Соответственно, если у нас нет ключей анимации, то у нас эти линии будут идти, в принципе, с камерой. Но нам этого делать не нужно. Так, и уберем плавно opacity. Слушайте, выглядит отлично. Конечно, с предыдущей было поинтереснее, потому что, ну не знаю, мне кажется, с предыдущей было поинтереснее. Вот, а вообще, действительно, заморочится и можно сделать потрясные эффекты. Итак, что ж, на этом все. Всем спасибо. Хочется напомнить, что существует телеграм-канал, где обитаю я и также 220 других человек, которые также занимаются графикой. Это чат. Мы там сидим, переписываемся. Так что ждем тебя, будем рады. И что хотел еще сказать. А, да, и инстаграм. У меня есть инстаграм, там много крутых работ, которые не всегда показываю я тут в ютюбе. Поэтому подписывайся, вся ссылка в описании. Всем пока. Люблю вас.